Челябинск Вперед сместился в центр Аксен еще больше улучшил свою позицию Интересно, на крайне неудобной высоте для Шимана Грубиса На щитком, но рукой попасть по этой шаге Руторый был очень-очень сложный Челябинск сейчас в зоне соперника Отборолся Гульмонни, теперь Уэрик убегает с партнером 2 в 1 Передача на Локхарта, обратный пас Уэрик наносит бросок и Роман Вилл вытаскивает Отличный момент у Кунь-Луня, трактор отбивается Команда должна играть широко И если даже два хагиста в одной точке только оказались за эту команду Тем хуже для них А последнейший момент, и какое спасение! Роман Вилл выкатывается, ловушку выставляет И вот она, шайба там, в этой самой ловушке Это фантастическое спасение Передача Архипова, пропускает Балдаев И Зырянов бросает уже на поражение Отличный проход, и это снова Альцин И это 2-0 Подкидка еще и с заспанным соперником Дмитрий Огурцов приятно удивил Но и бросок над ловушкой На щитке опустился Грубец Низ ворот перекрыл А верхние углы, это уже сложнее Верик на пяток, и это гол! Шайба в воротах, 2-1 Верик, конечно, большой молодец С лету попал по шайбе Но и Баканов тоже молодец Он тоже с лету попал по этой шайбе Здесь вообще по льду она не шла ни секунды Какой гол Хунь-Луня, а? Спенсер Фу уже в прыжке Выкидывает вперед клюшку Мыша играть у трактора Седлок Могут убежать 1 на 1 Момент у Челябинцев И Грубец выручает, а вот дальше добивание И Основин не оставляет никаких шансов Ротарев, 3-1 Вот он, нужно повтор Убежал Седлок Наверное, расстроился, что Не переиграл Грубец Но Основина Никто не держал, Основина никто не помешал И сейчас еще один момент 3-0 убегают игроки трактора в меньшинстве И это гол 4-1 Николишин замешался на синей линии И тут уже не успевает мне, как Руслан Педанов Работать назад Ну, темы чреваты все Вот эти задержки на синей То, что соперник уже набирает скорость А тебе приходится разворачиваться Просто с нуля разгоняться Дальше надо посмотреть И понять Все-таки начинался период С игры в неравных составах Потом еще было удаление Кейси Уэллмана О, какой момент! И это гол! Это Люк Локхард Второе очко в этой встрече Придеть не могу Три хоккеисты в одной точке оказались Сегодня сквозь эту тему поднимал Больше говоря об атаке Но в опороне это тоже Создает свободные зоны И этим Кунь он воспользовался Подкидка в центр И цепляется Косов Убегает к пустым воротам Забить не получается Передача Авцену Ну, если бы прямая прошла То, может быть, и увидели мы Третью Александра Ну, а так Счет 4-2 фиксируется в этой встрече Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!